МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. В Азовских школах праздничными линейками отметили начало учебного года. Подвесной мост через реку Азовку готов к эксплуатации. В Азове прошла акция Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во всех образовательных учреждениях города прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний и началу нового учебного года. В школе номер 7 был и свой особый повод для торжества. Она отмечает свое 25-летие. В 11-й школе в торжественном собрании приняли участие 1200 детей. Репортаж продолжит тему. Первое сентября – это праздник в первую очередь для первоклассников. Первый звонок сегодня прозвучал для 160 юных школьников, открывая двери в волшебный мир знаний. Если будешь умный, значит, будешь сильный. Я могу числять 2 плюс 2, 10 плюс 10. И могу читать. И много чего еще. Три года на базе школы функционирует экспериментальная программа по организации профильных классов. Учащиеся 11-го Б изучают экономико-правовое направление и некоторые из них уже стали призерами Всероссийской Олимпиады. Праздником для всех нас. Именно сегодня мы чувствуем единение всех – и родителей, и школьников, и учителей. Я поздравляю наших школьников, которые повзрослели на год и перешли на следующую ступень обучения. Сегодня счастливые и гордые на линейке присутствуют наши взрослые дети, будущие выпускники 11-классники. Ваша судьба в ваших руках. Особое слово поздравления, конечно же, нашим маленьким школьникам. 1 сентября – это новый этап в жизни наших юных граждан. Для 52-х школьников – это последний учебный год, в течение которого нужно определиться с выбором высшего учебного заведения. Эстафету знаний старшеклассники передали малышам. Будущие выпускники подарили памятные подарки первоклассникам. Олеся Слинко, Игорь Скуднов, Азов. Торжественное открытие нового пешеходного моста с участием донского губернатора Василия Голубева планируется в течение ближайшей недели. Сегодня мост осмотрел глава города и куратор Азова, министр имущественных отношений Юрий Молодченко. Сегодня областной министр имущественных отношений Юрий Молодченко и мэр Азова Сергей Бездольный осмотрели новый пешеходный мост через реку Азовку. Это капитальное сооружение на двух железобетонных сваях, выкрашено в белый цвет. Полная длина моста составляет 112 метров, ширина 2,5 метра. В принципе, все уже готово. Замечаний нет по мосту. Технический мост готов к эксплуатации. Вопрос о необходимости нового моста поднимался администрации города еще с 2008 года. В 2009-м выполнена проектно-сметная документация капитального строительства. Однако возникли трудности с его финансированием. Оказалось, что ремонт и строительство таких мостов не входят ни в одну из программ. Выход был найден, когда приняли решение включить объект в программу развития туризма. Строительство не обошлось без проблем и трудностей. Запчасти, канаты, все вот эти, вы посмотрите, там вот, кажется, они мелочи, эти вот зажимы заказывали в Красноярске, в Новосибирске, по всей стране собирали, потому что вот здесь, в Ростовской области, к сожалению, и в нашем Южном федеральном округе, даже в Центральном округе таких вещей не делают. Поэтому, конечно, немножко и сроки затянулись. Ну, я думаю, чтобы получить такой мост, ну, можно было какое-то время чуть потерпеть, да, нам всем, чтобы на десятки лет вперед у нас вот такой красавец украшал нас город. Теперь закономерно встает вопрос о благоустройстве прилегающей территории. И прежде всего, о ремонте, ведущей к мосту лестницы. По словам мэра, уже выполнена проектно-смертная документация. К работам планируется приступить в следующем году. Александр Истомин, Татьяна Ивашенко, Азов.Инфо. Жители города совместно с сотрудниками муниципального предприятия «Чистый город» в рамках Всероссийского субботника очистили от мусора почти 2 миллиона квадратных метров городской территории. 30 августа в Азове прошла акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Как сообщалось ранее, сотрудники «Чистого города» разработали план проведения мероприятий и наметили самые загрязненные участки города. Это машинный пляж или сопосадка у конечной остановки «Красногоровка». К акции подключились бюджетные организации и жители частного сектора. Если в среднем брать 80 квадратных метров прилегающей территории, то у нас где-то 5,5 тысяч квадратных метров убрано территорией в частном жилом секторе. Люди приняли участие. Основными, конечно, зачинщиками или инициаторами этого мероприятия были жители, которые непосредственно принимают участие в этом году в городском смотре-конкурсе «Территория образцового содержания». Всего приняли участие в «Экологическом субботнике» 9 715 горожан и очищено от мусора и стихийных свалок 1 945 469 квадратных метров. Лаура Иванова, Валентина Сираж, Азов.Инфо Известный столичный дуэт исполнителей «Тэп-дэнса» дал несколько мастер-классов юным артистам местного театра эстрады «Кул-шоу». За уроками мастеров наблюдали наши корреспонденты. Тэп-дэнс – это редкий и сложный вид танца, характерной особенностью которого является ритмичная ударная работа ног. В России мы часто называем его стэпом или чечеткой. Группа ребят из детско-юношеского театра «Эстрады Кул-шоу» уже несколько лет обучается тэп-дэнсу под руководством педагога-хореографа Инны Лесняк. Сама она научилась динамичному танцу у известного в стране и за рубежом дуэта в составе Полины Будко и Игоря Емпольского. Чтобы дать возможность своим воспитанникам увидеть мировой уровень исполнения тэп-дэнса, она пригласила их для проведения мастер-классов. Очень много даст, потому что поработав конкретно с мастером, а эти специалисты в России практически не бывают, они ездят в Европу, в Америку, берут уроки у корифеев, у тех людей, которые, в общем-то, придумали этот танц американцы. Конечно, для нас, в нашем городе, в нашем селе это, конечно, богатство. Московские тэп-дэнсеры помогли ребятам научиться свободе музыкального самовыражения, естественной пластики и непременной, как в джазе, так и в тэп-дэнсе, импровизации. Такой маленький город, достаточно отдаленный, тэп-дэнс вообще очень редкое явление в России, очень мало кто танцует. Здесь такое количество детей, и у детей подготовка хорошая. Понятно, что танцуют хорошо те, кто учили в Штатах или у американцев, но для того уровня, который у нас сейчас здесь есть, дети замечательные. По итогам мастер-классов ребята вместе со своим руководителем хотят сделать яркий номер. Надеемся, что он будет наполнен водоворотом музыкальных красок и танцевальных импровизаций. Александр Истомин, Татьяна Ивашенко, Азов.Инфо. День двора и открытие новой спортивной площадки послужили поводом для праздника жителям многоквартирного дома по улице Севастопольской. В городе стало доброй традицией отмечать большой и дружной семьей День двора. Многоквартирный дом, расположенный по улице Севастопольская, 111, отмечал двойной праздник – День двора и открытие спортивной площадки, которую тут же освоили дети. Только что построили новую площадку, и здесь очень хорошо на них заниматься. К празднику подготовились быстро. Мэр сдержал обещание, данное месяц назад, что спортивная площадка заработает к началу учебного года. Все мы очень довольны. И хотим других преобразований. Как и положено, на праздники пели и танцевали. Послушать песни, посмотреть танцы пришли жители не только улицы Севастопольской, но и гости соседних дворов. Лаура Иванова, Валентина Сираж, Азов.Инфо Все помнят, каким был городской парк в начале 2000-х. Разбитые аттракционы, грязные улочки. С приходом новых инвесторов ситуация изменилась кардинальным образом. Сейчас это одно из центральных мест отдыха азовчан. Мало кто знает, что городской парк имеет богатую историю. Когда-то на его месте располагались частные кузницы. А в начале 20-го века там был разбит цветник. В теплое время играл духовой оркестр. Зимой горожане посещали каток. Главной гордостью был огромный бассейн, в котором плавали золотые рыбки. После Великой Отечественной войны он потерял былое величие. Деревья вырубили, а вместо фонтана установили Мальтийский крест. В 1948 году Азовский городской парк получил официальное название имени Ленинского комсомола. В начале 2000-х он практически прекратил свое существование. В течение пяти лет не работали аттракционы, не вывозился мусор, царил полный хаос. Позже парк был передан муниципальной собственности акционерам и получил название «Жемчужина Азова». По словам инвесторов, вложение средств в предприятие рассчитано на долгосрочную перспективу и связано в первую очередь с тем, что они сами являются коренными азовчанами. Родом Сазова, в принципе, как бы и здесь у них корни свои. Получилось так, что мы заработали и вложили в свой родной город. Инвестиции немалые, но, наверное, в большей степени все-таки немножко движело нами патриотическое такое чувство. Мы могли и в Москву вложить эти деньги, и оставить там все это. Ну, нам хотелось восстановить, так сказать, было величие парка. Особое внимание руководство парка уделяет безопасности своих маленьких клиентов. Помимо плановой аккредитации аттракционов, сотрудники проводят ежедневный осмотр техники. Мы полностью отвечаем за безопасность, существуют определенные документы, приезжают специалисты каждый год, это обязательная аттестация, каждый год мы ее проводим. Жемчужина Азова тесно сотрудничает с Центром занятости населения и активно участвует в программе по трудоустройству несовершеннолетних детей. Для подростков это прекрасная возможность заработать и провести летние каникулы. В целом дети очень благодарны. Отбоя для желающих устроиться к нам работать практически нет. Так что мы поддерживаем с ними отношения. Уже весной они все к нам приходят, с нетерпением ждут открытия сезона, поэтому я думаю, что главное для нас это, конечно, их удовлетворение. Я думаю, что у нас это получается. Я работаю здесь уже третий год, мне все устраивает. Здесь хорошо, хороший коллектив, начальство хорошее, здесь дружно, очень весело здесь. Есть и дети, которые уже узнают тебя? Есть некоторые. Мальчик ко мне, может, с месяца назад подбегал на зорвы. Ему четыре годика, такой говорит, девушка, девушка такая красивая. Он прелесть. Они такие маленькие, постоянно радостные. У них столько энергии, когда они катаются, веселятся. Когда садятся на аттракцион, я даже их катаю немножко больше, потому что им это нравится. Для азовчана это в первую очередь место семейного отдыха. Да, все нравится. Нормально, весело детям, главное. Некоторые карусели, что-то где-то новенькие, что детям есть возможность не только где-то покрутиться, а где-то еще покататься, повеселее, попрыгать. За эти годы значительно обновился парк аттракционов. Появилось ограждение и площадка, позволяющие принимать на своей территории приезжий цирк или зоопарк. В ближайших планах руководители предприятия установить на территории парка каток, который позволит проводить активный отдых в зимний период. Горка зимняя, пока еще уточняем ее дизайн, проект, и каток, конечно же, так как всеми любимый аттракцион в зимнее время. Городской парк – это не только место культурного отдыха азовчан, но и часть их жизни. С ним связано множество воспоминаний нескольких поколений коренных жителей и гостей Азова. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Звоните и сообщайте информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. До свидания. 2 сентября ясно. Температура днем плюс 27, плюс 30 градусов. Температура ночью плюс 24, плюс 25. Ветер восточный 6 метров в секунду. Влажность воздуха 27%. Уровень воды в реке Дон на 22 сантиметра ниже нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 25 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова